О важных событиях к этому часу расскажем прямо сейчас. С вами Валентина Скворцова. Здравствуйте. В столице региона прошел первый слет регионального отделения юноармии. Главный посыл общественное юноармейское движение в Архангельской области стремительно развивается. Юноармия – это всероссийское военно-патриотическое движение. В стране существует с 90-го года, а второе дыхание получила прошлым летом по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Поставленная цель – вызвать интерес у подрастающего поколения географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В поморье юноармия активно развивается с февраля 2017-го. За три месяца в районах области в ее ряды вступили 300 юношей и девушек в возрасте от 11 до 18 лет. Основной смысл в этом движении, мы знаем сейчас, существует по стране достаточно много военно-патриотических клубов, общественных организаций, которые занимаются патриотической, гражданской патриотической, военно-патриотической работой, допризывной подготовкой. Но основной смысл – объединить эти организации на одной площадке, сделать для них хорошую федеральную и региональную повестку, провести совместные мероприятия. В программе «Слета» были мастер-классы по основным предметам патриотического обучения. Наиболее зрелищная часть – тренировка по воздушно-десантной подготовке. Ее провели работники Центра «Патриот», бывшие профессиональные военные. Еще одно важное событие «Слета» – присяга новых юнормейцев. Клятву произнесли два десятка школьников из Архангельска и Пинежского района. Ход реализации программы по переселению из аварийного фонда находится на жестком контроле региональной власти. Об этом губернатор Игорь Орлов еще раз напомнил главам территории на оперативном совещании в правительстве. Обязательства по переселению граждан из аварийного жилья должны соблюдаться неукоснительно, подчеркнул Игорь Орлов и потребовал от глав муниципалитетов строго соблюдать сроки ввода нового жилья для переселенцев. Напомним, что в Архангельской области программа должна быть завершена к 1 сентября 2017 года. Но сегодня не все территории продвигаются по графику. Проблемы есть в Верхнитуемском, Онежском и Плесенском районах. К ним в первую очередь и обратился глава региона на оперативном селекторном совещании. В ближайшие дни разработать комплекс мер, направленных на исправление ситуации. Я настоятельно прошу отложить другие дела, потому что, по сути дела, речь идет о вашем профессиональном или непрофессиональном подходе к своим обязанностям. Поэтому я прошу сделать внятный доклад о состоянии дел в Аксовской и исполнении тех обязательств, которые вы взяли на себя. Регион вам полностью окажет любую помощь. И выполнить эти обязательства. Призывная кампания в разгаре. Ее итогом должна стать отправка в вооруженные силы не менее полутора тысяч северян. Всех призывников с районов области направляют в Архангельский сборный пункт. Здесь будущие солдаты проходят тщательное медицинское обследование, по итогам которого становится ясно, в какие войска ребята отправятся служить. И годны ли они к службе в принципе по состоянию здоровья. Врачи отмечают, за последние пять лет этот показатель поднялся с 70 до 75%. Также растет положительный настрой к военной службе. По данным военкомов, откосить пытаются уже не сотни, а единицы. Престиж военной службы намного повысился. То есть многое интересное стало в войсках. Новая техника, новое обмундирование. Лучше стали к людям относиться. Социальные какие-то вопросы решены. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что не служившие в армии по уважительной причине не смогут впоследствии работать в силовых структурах на государственной и муниципальной службе. Такие перспективы также существенно повысили лояльность новобранцев к вооруженным силам. В регионе проснулись клещи. Зафиксировано уже семь присасываний под ударом жителей южных районов. Прежде всего, Котловского, Вельского, Волигодского, Устьянского. Насекомые являются переносчиками вирусных заболеваний. Самая распространенная и опасная – клещевой энцефалит. Наиболее эффективным способом профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. В лечебно-профилактических учреждениях области вакцина завезена и приобретена. И, соответственно, нужно обратиться в лечебные учреждения по месту жительства. Более 750 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей в регионе, было передано в 2016 году на воспитание в семье. Итоги работы по развитию Института приемных семей подвелись сегодня в Архангельске на семинаре-совещании руководителей органов опеки и попечительства. В центре особого внимания оказались вопросы защиты прав законных интересов детей. У нашего региона хорошая динамика по устройству в новые семьи ребят, которые остались без родительской опеки. Так, с 2013 года количество детей, которые находятся в учреждениях интернатного типа, сократилось в два раза. Еще одна тема семинара – развитие практики инклюзивного образования в школах и детских садах Поморья. Причем обсуждаются не только задачи по созданию архитектурной доступности учреждений образования. Необходима и соответствующая переподготовка педагогов. И такая программа уже реализуется в регионе. Эта программа имеет очень широкий адресат. То есть к нам приходят и руководители, и заместители руководителей, приходят воспитатели, учителя, которые становятся по окончании вот этой программы, по сути дела, координаторами инклюзивного образования. То есть они получают те знания, которые позволяют им грамотно включать ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общую образовательную среду. В Арктическом морском институте имени Воронина накануне прошел турнир по мини-футболу. За кубок боролись курсанты четырех водных учебных заведений нашего города. Здесь все как в большом футболе, только в другом масштабе. Один матч длится всего полчаса, а на поле по пять игроков от каждой команды вместо одиннадцати. Но накал страстей не меньший, шум трибун заглушает судейский свисток, а разгоряченные игроки оспаривают полученную желтую карточку. Проходит блиц-турнир, периоды по 15 минут, олимпийская система. Соответственно, мы поделили команды на две группы. Кто выигрывает, потом выходит на первое и второе место, и проигравшие борются за третье и четвертое места. Михаил Булыгин к футболу пристрастился в стенах родного учебного заведения Архангельского морского кадетского корпуса. Своих курсант не подвел. В первом же матче забил два гола и вывел команду в финал соревнований. Настрой на победу хороший. Ребята хотят выиграть. Стремимся к победе. Кубок получить. Поле большое, мы не привыкли, у нас поле маленькое, поэтому тут бегать много, все устали. Но смогли. В итоге кадетский корпус получил серебро, уступив кубок победителя хозяевам поля, команде Арктического морского института имени Воронина. Бронзовыми призерами стали ученики техникума водных магистралей имени Орешкова. А сборная Архангельского морского рыбопромышленного техникума удостоилась грамоты за волю к победе. К организации турнира вместе с Арктическим морским институтом приложил руку депутат областного собрания Александр Дятлов. Соревнования посвящены грядущему дню победы. Он нужен для патриотического воспитания молодежи. Участвуют все морские заведения города Архангельска в этом турнире. И они своим примером показывают ребятам пример о том, что надо заниматься спортом. Турнир по мини-футболу среди морских училищ проходит впервые после шестилетнего перерыва. И теперь, по многочисленным просьбам ребят, организаторы обещают сделать его ежегодным. В Архангельске проходит муниципальный этап президентских спортивных игр. В этом году заявку на участие в них подали команды девяти школ города. В программе соревнований шашки, настольный теннис, баскетбол, легкая атлетика, а также плавание. Сегодня на водные дорожки бассейна «Сафу» вышли семь команд. Ребята состязались в так называемой встречной эстафете. В первом заплыве ученики 10-й школы одержали верх над мальчишками и девчонками школы номер 45. Сильные соперники были, но кто умел плавать, тот и выиграл. В итоговом протоколе команда 10-й школы расположилась на третьем месте. Лучшее время в заплывах показали ребята из 3-й гимназии. Второе место у 17-й школы. Полную информационную картину вторника покажем в итоговом выпуске новостей «Автограф дня» на канале ТВ-Центр. До встречи в 19.20.